Добрый день, уважаемые любители волейбола! Многофункциональный спортивный зал села Амга готов принять сегодня второй соревновательный день игр по волейболу в рамках седьмых спортивных игр народов республики Саха-Якутия. Сегодня встречаются перед вами команды группы В, город Якутск в красно-белых формах и команда Чуропчинского Улусов, спортивная форма, желто-синяя. Команды представлены сегодня сильнейшими составами. Мы побеседовали с представителями команд и утверждают, что сегодняшняя встреча не только определяющая в этой группе, кто из какого места выйдет, но также и определяющая в истории их принципиальных встреч, начиная с далеких 2009-10-х годов. Якутск и Чуропча у нас, как мы уже отмечали, извечные соперники в республиканском волейболе сегодня готовы встретиться в рамках группового тура седьмых игр народов Якутии. С вами комментатор Татьяна Иванова, и мы начинаем волейбол. Настрой, ребят, вам все слышно, лица, ребят, вам видны. И сегодня давайте пройдемся по составу игроков, представленных из обеих команд. Пока идет приветствие команд города Якутска, вот они перед вами, и команды Чуропчинского района. Команда города Якутска. Главным тренером заявлена Светлана Муратова. Игроки Никита Заусаев, номер один, Егор Сукулов, номер два, Александр Черкашин, разыгрывающий номер три. Анатолий Татаев, Павел Сукулов, Максим Станицкий, Имран Шамилов, Александр Перепелица, Олег Шашурюхин, Андрей Климов, Алексей Арбатский и Александр Филиппов. Перед вами в желтых майках команда Чуропчинского улуса. Ребята приветствуют друг друга и следующий состав у Чуропчи. Главный тренер идет первым номером, играющий тренер, номер шесть, это Альберт Бродников. Также нападение Владимир Сидоров, Андрей Филиппов, Иннокентий Филиппов, Сергеев Мичил, Василий Тумфали, Тускул Лавров, Аркадий Пермяков, Евгений Пермяков, Альберт Бродников, Алексей Бурцев, Алексей Новиков и Артем Сивцев. Вот такой список из 12 игроков составляет команду Чуропчинского улуса. Слышим призывы от Анатолия Татаева, одного из высоких игроков команды в городе Якутске, сильного нападающего, родом из хатасов. И сейчас дадут нам послушать настройку города Якутска, потом и Чуропчинского улуса. Вызывает игроков на поле. Перед вами серебряные призеры шестых игр народов Якутии в селе Намцы, команда города Якутска. Если немножко вернуться к истории, к тому 2014 году, то тогда именно в полуфинале, одолев Чуропчу в пятой партии, в драматичной встрече, Якутск вышел в финал и стал серебряным призером игр, уступив в финале в Амге. Перед вами Чуропча. Игроки сборной Чуропчинского района укомплектованы, по словам их тренера, как никогда лучше сегодня. Чуть попозже к команде присоединится Андрей Филиппов, центральный блокирующий. А сейчас тот состав, который имеется, тот основной костяк, который выходит, вот он, ребята, перед вами, очень даже боеспособный и полон решимости совершить реванш за обидное поражение, ну, скажем, хотя бы в Намсах в 2014 году. Тогда у ребят была возможность завершить игру, полуфинал, в свою пользу. Они несколько имели сетболов, но удача была не на их стороне, но с того момента прошло целых пять лет. Так что вновь спустя через пять лет в рамках игр народов Якутии нашей Якутской мини-олимпиады встречаются боевые составы наших любимых, всеми зрителями обожаемых команд город Якутск и Чуропча. Свисток, поехали! Александр Черкашин вводит мяч в игру, разыгрывающий город Якутска, и сразу атака со второй зоны в исполнении Владимира Сидорова приносит первое настраивающее психологическое очко. 1-0. Несколько слов о судьях. Первый судья Аркадий Ефремов, судья первой категории, город Якутск. Василий Тумфали, тоже лидер атака Чуропчи, вводит мяч и поскольку не справляется с подачей город Якутск, очень красивый завершающий удар в исполнении ребят из Чуропчинского района. Сразу 2-0. Это у нас, в отличие от других команд, задел неплохой. Хороший игровой момент мы с вами наблюдаем. Вот перед вами Никита Заусаев, самый высокий игрок команды города Якутска. Рост 2 метра ровно. Никита Заусаев, тоже давно нам известный волейболист, врач-стоматолог, преподаватель медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова. Сегодня играет за сборную города Якутска. Александр Перепелица вводит мяч в игру и атака Чуропчи. Вот такой прекрасный взлет в исполнении команды Чуропчи. Ну, подает Якутск. Владимир Сидоров пробивает блок города Якутска. Егор Сукулов, судя по всему, чувствует себя виноватым в этой атаке. И тут, к сожалению, срывается пас у города Якутска. Уже 6-2. 4 очка в самом начале. И это не может быть приятно для города Якутска. Хотя это всего лишь первые шаги. Надеюсь, что долгого игрового, интереснейшего пути. В еще одной очередной встрече команд города Якутска и Чуропчинского района. Пока блок просчитывает все атаки города Якутска. Значит, разыгрывающему надо сделать выводы. И подключить, может быть, заднюю линию или почаще диагональ. Такое тоже случается. Даже в игре таких маститых игроков. Ну, это все показатель, конечно, волнения. Стартового волнения. А вот такую скидочку. Если попробовать, то проходит у Альберта Бродникова. Было слегка неожиданно в самом начале для города Якутска. Видимо, настраивались на шквал атак со всей зоны. Попробовали комбинацию крест. И она получается. Но, прямо скажем, сильными сторонами города Якутска будет классическая игра в современном волейболе. В комбинации взлет-доигровка, взлет-доигровка преимущество роста и мощи позволяет играть в силовой волейбол, нежели комбинационный. Если чуропча ранее славилась скоростными перемещениями и очень умной комбинационной игрой, то сейчас ребята и в росте, и в мощи ни в чем, в принципе, не уступают своим соперникам. Поэтому, скорее всего, как раз вот интеллектуальный фактор будет играть значительную роль в общем итоге. Егор Сукулов на подаче. Хоть какой блок. Василий Тумфали все ни почем. Василий Тумфали на доигровке. Красиво зарабатывает очко от двойного блока. Альберт Бродников, играющий тренер, сам на подаче. Касание сетки. Анатолий Татаев признается в своем противоправном действии. И угрожающий разрыв. 11-6. Это уже не дебют партии. Это уже вполне себе развязка полным ходом. Александр Перепелица умненько скидывает, чтобы начать новую волну атаки. Но ей не быть. Чуропчинский блок стоит стеной. Подключаются зрители. Счет 12-5. При этом счете Якутск вынужден прерваться, чтобы как-то остановить, сбить настрой своих соперников. Потому что Чуропчара загналась не на шутку, как мы видим. Настроение у всех приподнятое. Но пока по всем компонентам превосходят своих соперников. Будь здесь Светлана Игоревна Муратова, возможно, были бы подсказки со стороны тренерского мостика. Но здесь ребята пока вынуждены обходиться своими силами. И сейчас посмотрим, что они приготовили с этого приема. Хорошая доводка. И вот такая вот быстрая атака. Но Чуропча пока выглядит предпочтительнее и разнообразнее. Именно подключая весь свой полный арсенал, Альберт Бродников уверенно ведет команду. Не будем громко говорить. Якуцку пожелаем собраться и показать тоже свои лучшие игровые моменты. Анатолий Татаев удачно вписался в данное нападение. Меняет Максим Астаницкого. И это пошло не на пользу. Анатолий ошибается на подаче. Чуропча, Якутск, возможно, имеют самое большее количество встреч в рамках чемпионата республики. Потому что, как я говорила в предыдущих репортажах, Чуропча близко. И хоть на паромах, на машинах, по льду, на подушках, всегда добирается до чемпионатов республики, которые в большинстве своем происходят в городе Якутске. Это команды, которые способны собрать полный в дворе спорта 50 лет победы в городе Якутске. А сегодня нашему уютному спорткомплексу имени Сахача приходится нелегко. Потому как зрители все прибывают и прибывают. Интерес к играм в целом и, в частности, к этому матчу очень высокий. Вы видите, ограждения еле как выдерживают волну, исходящую от болельщиков. А вот по третьим номерам Никита Заусаев. В начале игры сказали, что его опробуют на позиции диагонального. Вот видите, он перемещается во вторую зону. А так, ну это тренерский ход наподобие сборной России на играх в Лондоне, когда Мусерского неожиданно для всех переместили на диагональ. И сейчас вот Никита, разбавляя короткие передачи. Вот невероятное спасение со стороны Чуропчи. И двойной блок на площадку. Ребята ликуют. Так вот, Заусаев пока со второй зоны атакует. И тем самым почти три равносильных нападающих находятся на одной линии атаки. Все рослые, мощные. И даже очень удивительно, как вообще справляется Чуропча на защите. А на защите Чуропчи. Вот видите, светловолосый юный волейболист. Пермяков Евгений, который является открытием последних чемпионатов республики, когда его невероятные сейвы несколько раз спасали команду Чуропчи от мощнейших ударов Ленска, Якутска, Мирненского района. И вот многообещающий Либера. Обратите внимание на него пока на групповой стадии. Мы находимся в состоянии ознакомления со всеми игроками. Те, кто постоянно следит за регулярным чемпионатом, за первенствами, турнирами, они уже в курсе, кто фаворит, кто выбивается немножко из списка. Но все-таки Игры народов Якутии – это своеобразная площадка, которая выявляет состояние игроков не в течение года, а вот здесь и сейчас, в данный момент, кто окажется лучше, тот и выстрелит в нужный момент. Город Якутск, к сожалению, ошибается в подаче плюс ко всему. Алексей Арбатский. И Чуропча пока более чем уверенно ведет первую партию. Ведет за собой сборную Якутска. 21-9. Это, прямо скажем, для команд такого уровня очень неожиданный результат. Неожиданный. И определяющийся прежде всего от психологического настроя игроков. Никита Заусаев на подаче. Такие обманные движения делают. Чуропчинцы. Все средства хороши для заключительного победного результата. 23-10. И на подаче игрок Чуропчинской команды. Накатывающий удар за блок попытался сделать Егор Сукулов. Но вот в этой ситуации даже не знаю, какими движениями, какими решениями игровыми можно сбить с толку разогнавшуюся команду Чуропчи. Видимо, вот все эти наработки в исполнении Якутска мы увидим только во второй партии. Все, четыре касания. И первая партия со счетом 25-10 остается за командой Чуропчинского Улуса. Первый из трех шагов ребята сделали Чуропча. А Якутск будет стараться склонить преимущество в свою сторону и броситься в догонку во второй партии. Самое главное, что у ребят потенциал этот самый игровой есть. Немножко силы духа разбавить удачей. Настроим. И все будет у нас хорошо. В смысле пяти партий хорошо. А для игроков? А вот вам. Значит, Стрелок из Лука. Александр Черкашин. Команда города Якутска проходила сборы у себя в городе. Две недели тоже. Тренировались. Готовились. Какие-то... Какую-то тактику строили. Вот первая партия. Наверное, посчитают ее неудачной. И поменяют свою первоначальную схему. Расстановку. Говорили уже, что Заусаев находился в роли диагонального. А сейчас, видимо, игру будут упрощать. И оставят все как есть. Заусаев на тройке. Взлет сразу короткие. И остальные. На доигровке и диагонали. Чуропча нет необходимости и вообще, ну, веской причины менять первоначальную расстановку. Все остается как было. Ребята рабочим составом готовы начать вторую партию. Что касается первого игрового дня, вчера. Вчера, значит, Мирненский район, третья команда этой группы не вышли на площадку. И Чуропча записала себе победу ввиду неявки соперника. Сейчас практически команды играют за первое, второе место. За выход из группы. Кто выйдет первым из группы попадет, в соперники попадется Алекминск. И тому, кто выйдет из этой встречи со второго места, попадется один из фаворитов Намцы. А вот в чем смысл этой встречи, по большому счету, игра в определении соперников. Ну, потому что ни для кого не секрет, что Намцы и Алекминск это две разные команды. Если Намцы бесспорные претенденты на победу вообще на этих играх. И действующие чемпионы, то Алекминск выглядит слабее. Да, вот слабее команда Намского. И хорошо было бы Якутскую или Чуропче, конечно, выбрать Алекминск. Вторая партия набирает обороты. А мы видим, что от чужого мяча коснулся игрок города Якутска. Но подача не перелетает. Василий Тумфали. Редкое явление мы с вами наблюдаем. Очень редко ошибается Василий. И тем более на подаче. Попытался подать силовую. А Александр Перепелица с места тоже ошибается, к сожалению. И вынуждены констатировать, что с волнением ребята еще не справляются. Все-таки очень-очень ответственные игры. Как говорит тренер Чуропче Альберт Бродников, сборы у нас длятся последние пять лет. Все пять лет были с прицелом на эти игры проведены. Все тренировки, все мелкие турниры, все крупные соревнования. Потому что крупнейшей площадки пока на территории республики для якутских команд нету. Игры народов республики Саха-Якутия. Самые значимые площадки не только для волейболистов, но и для всех спортсменов, участвующих по другим видам спорта. 4-4. Ровное начало. И равная игра. Не справляется на защите город Якутик. Качели начинается. 5-4. Пока вверх взмывает Чуропча. Но совсем ненадолго, как оказалось. Обидная ошибка, от которой никак не могут ребята избавиться. Это ошибки на подаче. А вот, к слову, в предыдущих играх, где встречались Нерингри и Намцы... Ой... Нет, Нерингри и Уссалдан. Нерингри совершили больше 10 ошибок на подаче. И толком не смогли противопоставить ничего. Уссалдану 0-3 они проиграли. Также была встреча Ленск-Среднеколымск. Ленск уверенно выиграли мужчины 3-0. Также мы увидели игру Намцы, Татинский район, где 3-0, свои 3-0 записали себе в актив сборная Намского района. И вот самая ожидаемая встреча этого игрового дня. Мы наблюдаем с вами Чуропча и Якутск. Чуропча и Якутск. Пока первая партия остается за вот этими ребятами в желтой форме. Владимир Сидоров подает планер, который ничем путным не увенчается. Якутск набирает нужное очко, чтобы не слишком далеко упустить своих соперников, как это было в первой партии. Как раз где-то на этом промежутке команда Якутска начала сдавать позиции и отставать по счету. Что скажут судьи? Аут показывают. И мяч в руках у Егора Сукулова, игрока команды города Якутска. Счет 6-8. Пробивает блок Василий Цумфали. Мы видим, там атакует через низкорослого Черкашина, нежели через Татаева. Ну, что и в принципе понятно. Хорошая быстрая атака, к сожалению, не попадают на площадку. Татаев резко взлетает, но не справляется с направлением руки. Альберт Бродников на подаче. А вот пас летит, не долетает до Перепелицы. И мы видим, что зато вот эта попытка, короткий пас на Татаева у Черкашина очень хорошо увенчается победным очком. Ну, не победным, а в пользу Якутска. Альберт Бродникова 8-9. На повторе видим, как Василий Цумфали в довольно безобидной ситуации ошибается. И Якутск. Пока редкий случай, когда Якутск впереди. 10-8. 10-8. И уже Чуропче надо собраться и нащупать вот этот игровой ритм. Якутск постепенно приходит в себя. С волнением справляются. И сейчас уже начнется. Ждем настоящий волейбол в исполнении города Якутска. Столичный волейбол. Ну, а Чуропче все нипочем. Пустой котел. Шестая зона. И такой удар, который очень сложно технически выполнить. Обманным движением. Остановить и укоротить нападающий удар. Ошибка второй передачи определяют судьи. В последние годы начали очень активно следить за этим показателем. Ошибка при второй передаче. Если судья видит, как игра именно на второй... Рука дрогнет на второй передаче, то уже все. Очко в пользу соперников. Тут как горох об стенку. Скакивают удары Чуропчи. Стеной выстояли волейболисты Якутска. На этот случай, когда нападающий сам ошибся. Иннокентий Филиппов. Вот как тащит Евгений Пермяков. Либера Чуропчи. Скидывает Александр Перепелица. И блок. Очень своевременный блок. В исполнении города Якутска. Делает счет у нас по-прежнему в пользу Якутска. 13-11. Ненакентий Филиппов. Очень высоко. Снимает мяч. И мы видим, что у блока Якутска тут шансов успеть не было. 12-14. По-прежнему два очка разрыва. И немножко технические моменты. Прерываемся. Успокаиваемся. Игроки выдыхают. И снова в бой с новыми силами. Хорошая доводка. Атака с левой руки. И от блока в аут. Очко очередное зарабатывает Владимир Сидоров. Пробивает Никита Заусаев. Одиночный блок Чуропчи. Мы видим Никита уже на привычной своей позиции. С третьей зоны. Никому шансов не оставляет. В силу своего двухметрового роста. В силу своего таланта, техники. И вот тут как-то умудряется Никита вывернуть кисть. Однако все равно в пользу Чуропчи завершается розыгрыш. И Чуропча догоняет по тихой подступается. Тускул Лавров на ваших экранах. Капитан сборной Якутии на последних детях Азии по волейболу. Тоже наш многообещающий талантливый волейболист. Представляющий Чуропчинский район. 14-16-14. Хороший игровой момент, когда ребята вытаскивают все подряд мячи. И им сопутствует удача. Очень красиво наблюдать. Но удача сопутствует и нападающим. 17-14. 3 очка. Пока держит дистанцию Якутск. И даже увеличивает отрыв. До 18 доходит. Отрыв до 4 очков увеличивает. 18-14. Чуропча берет таймаут в этой партии. Первая партия, напомню, осталась за Чуропчой. Надо было послушать, что будет говорить Альберт Бродников. Параллельно с мужчинами сейчас встречаются женщины. АМГ-2 против Алекминска играет. Девушки из АМГ-2 имеют все шансы выйти с хорошей позиции в четвертьфинал. Команда АМГ-1, девушки. Мы покажем игру после этого матча. Будет встречаться с командой Оленёкского района. Оленёкского района. Чуропча и Якутск продолжают свою встречу. Очень интересную. Высококвалифицированную. На высоких точках. На втором этаже, что называется. И рост позволяет. И прыжок. И физическая подготовка. И желание выиграть эту встречу. И возможно, это, не будем громко говорить, репетиция. Как минимум полуфинала. Не в обиду другим командам. Будет сказано. Чуропча и Якутск всегда желанная встреча для всей волейболистской общественности. Иннокентий Филиппов вводит мяч в игру. И сразу очень красивая комбинация. Связка Черкашин-Татаев в деле. Ребята уже наигранная связка, в общем. И отлично смотрится на данном отрезке игрового времени. И вот очень обидно, когда вот после таких прямо взлётных, в буквальном смысле, атак, приходится всё время приземляться, биться об землю. Потому что такая досадная ошибка на подаче преследует течение всей игры. И никакая команда от этой ошибки не застрахована. В этом, возможно, и часть прелести волейбола. Кто справится с волнением на линии подачи, тот и, конечно, имеет психологическое преимущество. Владимир Сидоров. А вот это уже другая картина. Вот такой должна быть подача в исполнении лидера атак. Владимир Сидоров подачей на вылет приближает свою команду к Якутску. А пока у ребят тайм-аут. Я немножко подглядываю за игрой девочек. Там АМГА-2 встречается командой Алёкминска. Но счёт пока, к сожалению, табло отсюда не видно. Ребята возвращаются. Вот победное вскидывание Чуропчи. И подаёт на равенство очков Владимир Сидоров. И вот момент игрок и компонент, который может решить исход данной партии. Неужели переломный момент настал? И неужели Якутск так легко, не справившись с подачей, отдаст вторую партию? Ведь первая партия уже в активе у Чуропчи. И совсем не с руки Якутску отдать партию, на протяжении которой они практически всегда были впереди. Счёт 20-20. Посмотрим, как подаст Владимир после перерыва. Краткосрочного. И Якутск. Вот, наконец-то. Когда сложно, задействуй то, что всегда работает. Вот это негласное правило в нашей игре. Якутск пока удерживает минимальное преимущество. 21-20. Егор Сукулов будет подавать. Очень ответственный момент. И, пожалуйста, только не ошибка на подаче. Подача ровно в руки Либера. Александр перепелится. Быстрой скидкой хотел было заработать очко. Только вот на подстраховке Тускул Лавров. Так, какой-то спорный момент. Может, на повторе посмотрим. В чём там заблуждается Чуропча. Ну, в такой игре под сказками вряд ли можно что-то завоевать. Больше одного очка. Если предыдущий момент был удачным, то вторая скидка ничего путного не приносит. И Чуропча вновь бросается в догонку. 21-22. А вот это уже над сеткой превосходства Анатолия Татаева. Очень ощутимое. 23-21. Переходящий мяч красиво закрывает Анатолий Татаев. Воспитанник Вячеслава Тимофеева. Хатасская школа Валейбола. 24-21. Всё происходит в концовке очень быстро. Мы опомниться не успели. Как уже подаёт на партию город Якутск. И совсем уже расклеивается игра после равнения счёта. Выравнили счёт и успокоились. Можно так предположить. Но вряд ли тут можно говорить о каком-то спокойствии в такой игре против таких соперников. Якутск Чуропча. 1-1. И мы в ожидании третьей партии, которая расставит акценты в дальнейшем. А сейчас словно с чистого листа. 1-1. Это практически что и 0-0. Начало партии. Зрители всё пребывают. Сидячих мест в зале нет. Вот наблюдаем. Зрители всё пребывают. Тихо, тихо, тихо. Мы сейчас санем начнём. Санем начнём. Сранкайте. Сранкайте. Мы веберёмся. Блин. Эмошенном наминга. А у нюнду куда? А у нюнду. А у нюнду. Хотя не надо убивать не буду. Биви он был бы так, легайте. Калду не буду. Барни. Надо успокоиться. Призывает своих ребят сильно не волноваться при каждом ударе. И делать акцент не на силу, а на точность ударов. Что удалось подслушать. И не забыть подстраховать друг друга, говорит Альберт Бродников. Сейчас ребята заходят на площадку, чтобы продолжить игру. Третья партия. И Якутск-Чурабча. Вновь выровнена игра. Будем дальше смотреть. Какие выводы для себя сделали та и другая команда. Свисток на игру. Анатолий Чемельцанский. Второй судья. Проверяет расстановку. Все готовы к игре. Подача у команды города Якутска. Александр Черкашин на ваших экранах. Уроженец Усть-Алданского района. Игрок сборной команды города Якутска. Будет подавать первый мяч на третью партию групповой встречи. Группы В. Игр народов Якутии. Волейбол мужчины. Сегодня второй соревновательный день. Потихоньку завершаются игры в группах. И уже меньше чем через два часа мы будем знать имена всех четвертьфиналистов. И кто с кем будет встречаться. В первой стадии выбывания. На невероятных высотах все происходит в этом волейболе. И пас назад над чистейшей сеткой для Василия Тумфали. Подготовил разыгрывающий Альберт Бродников. Василий на подаче. 1-0. И что покажет нам Якутск. Вот это вот самая удачная комбинация, которая была более результативной. И против нее сегодня, вот сейчас, Чуропча находит прием. Хотя в конце все складывается лучшим образом для города Якутска. Тут немножко подрастерялись ребята. Для зрителей, которые только что подключились. К трансляции нашего телеканала мы сообщаем, напоминаем, что идет игра в рамках группового турнира седьмых спортивных игр народов Якутии. Встречаются команды Якутск и Чуропча. Игры команды группы В. Из группы А уже вышли с первого места команда Амгинского района. И из второго места команда Усилданского района. Из группы В среди мужчин, так же говорю, это вышли команда Амгинского и команда Алекминского района. И вот группа В сейчас выясняют места, кто из какого места выйдет. Якутск или Чуропча в следующую игровую стадию в четверть финала. Кроме этого остается встреча между командами Ленска и Мегин-Кангаласского района. Тоже, которые определяют места, кто из какого места выйдет. И кто будет соперником, соответственно, тому или другому. Но эту игру мы, возможно, не покажем. Переключимся на команду Амги-1 среди женщин. А пока у нас 3-3. Как водится, ребята начали очень в равной борьбе. Пока минимальное преимущество у города Якутска. Владимир Сидоров в атаке судьи разглядели. Ошибку и сейчас на подаче будет город Якутск. 5-3. Пока свой кураж не растеряли столичные волейболисты. Вторая партия осталась за ним. И Чуропче надо как-то немножечко поменять рисунок своих атак, чтобы добиться дальнейшего успеха. 4-5. Пока, конечно, правы те, кто говорит, что все, ничего не известно. Пока рано о чем-либо судить. Но, тем не менее, как показали предыдущие две партии, уже с самого начала было видно, в какую сторону идет преимущество. Комбинацию волна завершает Василий Тумфали. Не получилось атаковать со второй линии, но разглядели касание у игроков. Касание блока, да, ведь, по всей видимости, убыло у Татаева. И при счете 5-5, поскольку Чуропча разгоняется, и это сулит только опасность, город Якутск вынужден взять первый перерыв уже в самом начале партии. Давай, парни! Давай, 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 давай! Любовь, давай! Команды возвращаются после перерыва. Счет пока 5-3 в пользу Чуропчи. И уже 6-3. Двукратное превосходство пока мы наблюдаем. И если сейчас вот не остановить этот порыв игровой, то у Якутска могут быть проблемы. Хотела бы я сказать, однако Чуропча, ошибаясь в подаче, дарит очко городу Якутску. Там ничего нету. Игра продолжается. И не попадание на площадку. Подумали, что было касание блока. Однако судьи тут работают четко. У нас системы ВАР, как в футболе, пока нету. И можем праздновать очко тут же, стоя на месте. Александр Перепелица подключается на доигровки. Но пока справляется Чуропча, защита. И сегодня Василий Тумфали неудержим даже для двойного блока. Какой прыжок, какое провисание. И прямо от блока без вариантов. И достойнейший ответ в исполнении города Якутска. Анатолий Татаев пока выглядит самым результативным в числе столичной команды. В числе игроков. Атакует со всех зон, буквально с передней линии. Скидка от Сидорова. И атака с короткого паса. Характерная атака Никиты Заусаева. В угол первой зоны. Опасная так-то атака прошла. В мгновение ока повышается градус игры. Очень сильные с двух сторон атакующие комбинации мы видим. Черкашин с подачи что придумает. Но пока спокойный планер. И над чистой сеткой. Иннокентий Филиппов. Иннокентий Филиппов. Младший брат Андрея Филиппова. Тоже сильного, высокого игрока в составе. Чуропчик, но которого пока нет сейчас на играх. Пока не дает почувствовать отсутствие своего старшего брата. Тускул Лавров. Капитан команды Республики Сахай-Якутина. Последних детях Азии. Среди мальчиков. Ну, если команду города Якутска отличала всегда силовая игра с высоких точек съема, то команда Чуропчи это не только вот такие быстрые удары со взлета, но и отменная, даже, скажем, самоотверженная всегда игра на защите, на задней линии. Все уже на кураже, на эмоциях. Чуропча добывает 13 очко. И готова продолжить. В таком же темпе 14.10 надо, наверное, со стороны Якутска как-то сбить эту радость с удачного блока. Ну, все прочувствовали их настроение. Пока сдержанно все у команды города Якутска, но оно и понятно. Уже разрыв 4 очка. И хотелось бы, конечно, подсократить, желательно, красивыми ударами. Молодой Тускул Лавров. Удачное действие. Якутска и неудачное. Редкий случай, когда Тумфоли не попадает на площадку. И сейчас атака с четвертой зоны в исполнении Чуропчи из Владимира Сидорова. Поздравляют товарищи по команде. 15 очко. 15.11. Абсолютно пустая первая зона на стороне города Якутска. 15.11. Иннокентий Филиппов на подаче. Хорошая доводка и классическая волна в завершении Егора Сукулова. Тут очень грамотное действие со стороны Черкашина, потому как в последнее время он активно действует Татаева. И блок прыгнул уже за имитацией удара с короткого паса. А тут Сукулов спокойненько с одним блоком завершает. Вот такие нюансы на Тоненького можно использовать почаще для разыгрывающего города Якутска. Ну, знаем, что всем все это игрокам все известно. 14.15. И наступает момент, который нравится всем, без исключения зрителям. Когда отстающая команда бросается в догоню и догоняет. Это ей удается. 14.15. Перерыв взяла команда Чуропчи. Ребята после очень успешной серии атакующих ударов немножко сбавили обороты. И с этим не применули воспользоваться столичные волейболисты. Как итог, счет почти равный. 14.15. Но преимущество атаки пока у команды Чуропчи. 14.15. Третья партия. Якутск-Чуропча. Игры народов Якутии в селе Амга. Игры, которые мы ждали целых пять лет. Вот какие красивые комбинации. Без сомнения, домашние заготовки. Ну или такие скидочки за голову. Действие очень уверенного в себе разыгрывающего игрока, да? В данном случае играющий тренер Альберт Бродников. Уже во второй раз успешно делает скидку. 16.15. Пока у нас качели продолжаются. И хочется верить, с каждой партией будет все еще более на высоких нотах. Счет сравнили ребята из города Якутска. 16.16. А у нас технического перерыва нет по регламенту. И на подачи город Якутск. Не без доли везения. Сейчас очко достается команде Чуропчи. Картина называется «Не ждали». Да, не ждали такой скидки со стороны Чуропчия. А вот удар кувалдой, возможно, на защите вытащили бы. Потому что ждали сильное нападение. Эффект неожиданности тут тоже срабатывает моментами. Но тут без вариантов классический волейбол во всей красе. Вот он, пас на загляденье за голову. И блок не успевает. Зато тут блок Александр Перепелица в одиночку справляется с атакой Чуропчи. По-прежнему у нас все на равных. 17.18. Немножечко Якутск делает шаг вперед. Чтобы потом споткнуться об ошибку на подаче. Вот это. Опять взлетели и больно приземлились. 18.18. Подает Чуропча. Атака Якутска не получается. И 19.18. Такой счет. Такой уровень волейбола. Ради чего? Стоило ждать эти долгие пять лет. Проводить сборы. Находить, удерживать, привлекать. Интерес своих игроков, зрителей. Держать нас в приятном ожидании. Ну и еще и наблюдать на расстоянии вытянутой руки, как готовится высматривать своих соперников игрок из Чуропчи, который внесет сейчас свою подачу, к сожалению, за пределы площадки. Все прелести волейбола мы сегодня наблюдаем. И вот эта игра, еще раз не побоюсь повторять, это репетиция чего-то. Полуфинала или финала, возможно. Кто может оказать сопротивление вот этим двум командам, считающимся одними из претендентов? Безусловно, фаворитом можно считать команду Намского Улуса, действующего чемпиона республики. А также команду города Ленска. Обязательно, традиционно город Ленск. Всегда славится мастерами высокого уровня по волейболу. И сегодня пока в группе должного сопротивления ни от кого не встречала. Есть еще команда у Селданского Улуса, очень симпатичная. И вышедшая со второго места из группы А. Ну и команда хозяйки игр. Сборная команда Амги, Амгинского района. Воспитанники Александра Иннокентьевича Романова тоже готовят лучшую свою игру, лучший волейбол для своих поклонников и для всех любителей волейбола. Амгинские ребята являются действующими чемпионами игр народов Якутии. А у нас пока 20-20. Игра продолжается. Долгий розыгрыш. Было такое ощущение, что Чуровчан немножко перемудрила с атакой. Но это оказалось удачным решением. 21-20. Партия не определяющая, но оставляющая акценты в дальнейшей игре против Якутска, против Чуровчи. 21-20. 21-20. Немножко дают отдышаться игрокам, пока приводят в порядок полы площадки. Но касание сетки. Касание сетки. Никита Заусаев. К сожалению, актив превратил в пассив. 22-20. Это уже заявка в концовке партии третьей. Впервые пока два очка разрыв в этой концовке. И тут уже совсем не сказать, что курьезные, но не совсем понятные, обоюдные действия в сборной команде Якутска. 23-20. Василий Тумфали. Посмотрим на повторе. Тут при приземлении касание сетки указывает. На самом деле ничего не было. И на подаче Якутска. На подаче, которая дарит очко команде Чуровчи. 24-21. Борьба характеров. Борьба характеров начнется. На площадку возвращается Александр Перепелица. Тоскул Лавров. Молодой, подающий надежду волейболиз. И его подача оказывается удачным завершением третьей партии. 25-21. И по партиям 2-1. В пользу игроков Чуропчинского Улуса. Пока команда настраивается на четвертую партию, мы немножко насладимся повторами самых захватывающих моментов этой игры. Или послушаем тактику дальнейшую. Как будут действовать команды. Пиши, Андреев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Волейболисты готовы приступить к четвертой партии. Мы подслушали обрывки разговоров команды Якутска. Конечно, чувствуется отсутствие крепкой руки главного тренера. Светлана Муратова была заявлена главным тренером, но, к сожалению, по состоянию здоровья не смогла продолжить участие на играх. Пожелаем скорейшего выздоровления Светлане Игоревне Муратовой и ее подопечным команде города Якутска. Пожелаем более слаженной игры. Тот уровень игры, на который они способны, ребята должны показать. Мы болеем за красивый волейбол. И хотелось бы пятой решающей партии в исполнении этих шикарных волейболистов. Потому что игра на самом деле очень высокого уровня, хорошего качества и на высоких эмоциях. После этой игры среди мужчин встречаются команды Ленского и Мегина Конголазского районов. Также будут выявлять места в своей группе, кто из какого места выйдет. Вчера уже говорила, что Ленск, особо не напрягаясь, выиграла Среднеколымск. А Мегина Конголазский также 3-0 победила команду Среднеколымского района. Расстановки проверены. Игроки находят свои места, согласно заявке. И судьи готовы дать свисток на четвертую партию. Первый судья, судья первой категории из города Якутска, Анатолий Чемирзанский на ваших экранах. Вот такая вот скидочка. Хитрющая. Достигает своей силе. И первое очко достается команде города Якутска. Как водится, Александр Черкашин будет первым вводить мяч в игру. В этот раз, к сожалению, неудачно. Как же обидно должно быть Саше. Счет 1-1. Какой сценарий сегодня, ребята, нам приготовили на четвертой партии, мы совсем скоро узнаем. Василий Тумфали, лидер атак, наряду с Владимиром Сидоровым, у сборной команды Чуропчинского района. Максим Станицкий зарабатывает свою очко для команды города Якутска. Хорошая скидка на диагональ. И сейчас на атаке волейболист из города Якутска. Одиночным блоком Якур Сукулов держит атаку Чуропчи. Тут все просчитывает, потому что Альберт Бродников и до этого за голову пасовал своими игрокам. Тут чутье спортсмена не подвело. Счет 4-1. 4-1. Хорошее начало для команды города Якутска. Если они сейчас отдадут эту партию, то проигрывают и всю встречу. Поэтому уже сейчас или никогда терять нечего. И все подобные уместные в данном случае лозунги. 4-2. Что хорошо для зрителя, то есть пятая партия, да? Что не есть хорошо или даже плохо для волейболиста, для игрока. Самые нервные розыгрыши, конечно же, происходят на тайбрейке, на заключительной пятой партии. Поэтому всеми силами обычно спортсмены избегают пятой партии и желают довести до логического конца хотя бы на четвертой партии. Если не удалось выиграть 3-0, то Чуропча сейчас будет ставить на то, чтобы выиграть, завершить свою пользу со счетом 3-1 по партиям. Сейчас 5-3. Якутск впереди. Никита Заусаев подустал немножечко. Сейчас на позиции центрального блокирующего. Ему приходится выпрыгивать на блок, каждый раз перемещаться. Ну и отходить для разбега, для прыжка и для атаки. Не совсем. Игроки понадеялись друг на друга. Второй пас разыгрывающего подумали подопечные Альберта Бродникова. Но Альберт, наоборот, хотел подстраховки от своих воспитанников. Ну очень необычное решение. Видимо, неудобный разбег был у Владимира Сидорова. И пока счет не то чтобы удобный для Чуропчи. 4-7. Зато для Якутска самое то. 8-4. Хороший удар. Драйв в просторечии. Анатолий Татаев. Боковой стороны кисти руки завершает. Красивое нападение. 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 Чуропча на подаче При счете 5-7 И Якутс будет атаковать Ловит атаку Одиночный блок Чуропчи Ровно вот Под левую руку Владимира Сидорова Летел Мяч И 6-7 На равенство подает Иннокентий Филиппов На защите Старается доиграть до конца Но очко достается городу Якутску Якутск не старается затягивать Затяжные розыгрыши В основном завершается в пользу Чуропчи Поэтому Якутск пытается решить Все одним-двумя ударами Очень мощными И для этого им необходим Хороший прием От доводка до Своего разыгрывающего Хороший, грамотный удар Накатывающий Приносит городу Якутску Девятое очко 9-6 Накатываю Замечательная комбинация. Совсем неожиданно для блока и для защиты города Якутска. Владимир Сидоров на ваших экранах готовится подать мяч. Такое ощущение, что очень много мелких остановок, перерывов, возможно, сбивающих игровой пыл волейболистов. Анатолий Чемирзанский тверд в своем решении. Ну и отсюда тоже показалось, что мяч в ауте. Хотя волейболисты Якутска противоположного мнения. Но на повторе видно, что наоборот было попадание в поле. Владимир Сидоров продолжает подавать. Судьи на линии, к слову, немножко не справляются. Вот в предыдущей игре среди женщин, когда встречались Мегина Конголаски и Якутск, тоже много было спорных моментов по поводу аутов. Чуропча сейчас идет уверенной поступью. Такими скидками их не пробить. Пока Чуропча с минимальным преимуществом впереди. Игроки прерываются на тайм-аут. Зрителей по-прежнему много. Мы по-прежнему на волейболе. Игр народов Якутии. Групповой этап. Встречаются команды Чуропчи. И города Якутска продолжается. Четвертая партия, которая может стать решающей, если Чуропча продолжит в том же духе. Потому что они впереди по партиям 2-1. Играют из пяти партий команды. Тут очень зрячая подача. В девятку, в кавычках, 11-9. И Владимир Сидоров вводит мяч в игру. Атака города Якутска. Анатолий Татаев наконец-то разряжает свое ружье из четвертой зоны. Давненько его мы не видели в атаке. Соскучились, успели. И сейчас Якутск должен немножко исправить свое положение. 10-11. А вот это, а вот вам. Как вот вам этот удар в исполнении Василия Тумфали? Прямо и очень высоко, быстро все на высочайших скоростях. Вот такими моментами нас сегодня нередко радует команда Чуропчи. И пока выигрывает четвертую партию. 13-3. И по партиям также впереди команда Заречного района. В атаке Якутск. Команда Якутска также ставит самые высокие цели на этих играх. Проводили полноценные сборы. Подключали своих студентов, которые учатся в центровузах России и на чемпионате республики, и на сборах тренировочных. И вот, соответственно, полностью боеспособной готовой командой, способной подать такие мячи, прибыли на игры в Амге. Анатолий Татаев. 12-13. Подача на равенство. На этот раз планер, силовую чередует с планером. Это тоже, мы говорили, показатель определенного мастерства. Но на этот раз атака в тросе. Атака в трос. И счет у нас становится 14-12 в пользу Чуропчи. Даже если бы перекинулась, тут Тускул Лавров ситуацию контролировал. На этот раз подводят пальчики у игроков города Якутска. Не самый приятный игровой момент. 15-12. И уже бьют тревогу. Все чувства у игроков обострились. Сейчас хотелось бы внести какие-либо коррективы. В составе Якутска. Будет очень обидно отдать эту встречу. Ну, мы уже упоминали, что... Ну, мы уже упоминали, что... Определяется в этой игре прежде всего соперник по четвертьфиналу. Поэтому не то чтобы обидно, да, а технически невыгодно. В спортивном плане очень невыгодно. Со второго места в этой группе выходить в четвертьфинал. Победителя этой группы ожидает команда Лёгминска. А второе место из этих команд попадает в соперники Намскому району. Намский район со всеми лидерами сборной республики Саха-Якутия. Поджидает пока что команду города Якутска. Но, возможно, ситуация изменится. Сейчас видим счет равный. Василий Тумфали на подаче. Подача достойная своего хозяина. Вы уже поняли, что на Василия определенные виды. К нему всегда самые высокие требования по игре. Ну и, пожалуйста, повтор. Повтор гроссмейстерской подачи. На бис. И сразу два подряд выигранных очка на вылет. 18-15. И, начиная с этого момента, уже когда вступает игра в концовку, удваивается цена каждого очка, выигранного или потерянного. Но Якутск, молодцы, не теряет присутствие духа. 16-18. И даже такой одаренный Либера, как Евгений Пермяков, не справляется с неожиданными атаками города Якутска. Все очень неоднозначно в нашей с вами встрече, которую мы наблюдаем. Встречаются Чуропча и Якутск. Групповая стадия. Определяются места по выходу из группы. Пока я начинаю расхваливать команду Якутска, уже выигрывает Чуропча и наоборот. Но все это не может быть неинтересным. Все это очень даже притягивает внимание, приковывает взгляды, собирает зрителей вокруг себя. Вот вы сами видите, еле только удерживаемые ограждениями. У нас болельщики стоят в зале, в спортзале, где проходят игры по волейболу как среди мужчин, так и среди женщин. Параллельно с нашими играми среди мужчин сейчас играют девушки АМГИ-2 с командой Алекминска. И Алекминск выигрывает данную встречу. Хоть атаке и не удается, но игра продолжается. Чуропча вновь в атаке. Очередная успешная атака. Владимира Сидорова, приведшего себя в лучшую форму, аккурат к играм. Татаев Анатолий сегодня визави Сидорова тоже со своей стороны вносит немалую лепту в игре города Якутска. Атака в трос, четыре касания и очко остается за командой города Якутска. 20-21. И на подаче город Якутск четвертая партия. Ребята, дальше только Москва, что называется. Если сейчас они отступятся, то отдают всю игру, всю эту встречу. Чего, конечно, не хотелось бы никому из игроков в этих красных формах сборной города Якутска. Пока все не столь трагично. 20-21. Отставание, которое можно ликвидировать. Скидка от Анатолия Татаева. Было очень грамотное решение предпринято. И Толя сам же идет подавать. Владимир Сидоров со второй линии попытался атаковать. И Чуропча очень важное очко завоевывает. 23-21. 11-й номер из Чуропчи сейчас. Очень волнуется. Ответственный момент. Остаются без атаки Чуропчинцы. И что покажет Якутск? К сожалению, ошибка команды разыгрывающего игрока. Тут опять немножко везет команде Якутска. 22-24. И посмотрим, кто как выдержит эту концовку. Эту очень напряженную, нервную концовку. Александру Черкашину. Выпала честь подавать. Такой ответственный момент. Одиночный блок от Олега Шушурихина. И розыгрыш продолжается. Чуропча должна что-то показать в атаке. И Якутск. Его там поджидали. Прям мурашки по коже. И вот, пожалуйста, игрок под номером 9 города Якутска. 23-24. Интереснейший розыгрыш мы с вами наблюдали. Слышны скандирования. Болельщики волнуются за своих любимцев. 23-24. Команды возвращаются на площадку. Мы готовы продолжить. Мы готовы дальше болеть, смотреть и наслаждаться. Александр Черкашин. Номер 2. Город Якутск. Хорошая подача, что покажет в атаке Сидоров. Но именно в этот самый нужный момент отказывает его рука. И еще 24-24 наравнение. Очень-очень равные идут команды. Каждая хочет доказать свое превосходство на табло. Если сейчас Якутску ступит. Команда игру проигрывает. Но нет. Первый сетбол в пользу города Якутска. 25-24. Чуропча что-то должна показать. Надо сняться с этой подачи. Но мяч приземляется в ауте. И в драматичной концовке город Якутск выполняет свою задачу минимум. Удержаться, остаться в игре после этой четвертой партии. А значит, счастье для зрителей, для болельщиков, для поклонников. Долгожданная пятая партия, о которой мы неустанно говорили с самого начала этой игры. Якутск-Чуропча просто иначе быть не может. Но не умеют они обходиться без пяти партий. Традиция не нарушена и в этот раз. Чуропча вроде бы контролирует ситуацию в четвертой партии. Концовку откровенно проваливает. Да и Якутск находит в себе скрытые резервы. И доводит игру до тайбрейка. 2-2 по партиям. Чуропча решили остаться на этой стороне площадки. Мяч правоподачи у города Якутска. Внушительная настройка от Альберта Бродникова. Либо мы, либо одни. Выдержать одну партию. В таком свободном переводе звучит это наставление. Но, конечно, озвучено было в лучших традициях игр Дегуна. Джеря команды возвращается на площадку. Вы все видите и все слышите. В красных игровых формах команда города Якутска. И в желто-синих формах команда Чуропчинского Улуса. Пятая партия. Групповая стадия. Счет по партиям 2-2. Четвертая партия осталась за Якутском. И минимальное психологическое преимущество тоже. Сейчас подавать будет город Якутска. Наши отважные операторы проходят даже на игровую площадку, чтобы подарить вам вот такие красивые крупные планы, где видны все эмоции игроков, все волнения, переживания и, конечно, радость, ликование. Ну и безумный, сумасшедший настрой на решающую партию. Играют не столько за первое место в группе, сколько за престиж, за многолетнюю историю встреч. Играют за то, чтобы не попасть в команде Намского района в четвертьфинале. Тот, кто выиграет, получает в соперники команду Алёгминского района. Непростая команда, но это все-таки не намский улуз. Вновь, не теряя своего настроения, город Якутск оставляет за собой первые очков пятой партии. Напоминаю, пятая партия играется до 15 очков. Поэтому все тут в укороченном, убыстренном варианте происходит. И тем сильнее становится каждое очко. Судья определяет касание у игроков Якутска. И первое очко в свой актив записывает Чуропча. 1-1. Василий Тумфали. 1-1. 2-2 по партиям. Пятый решающий сет. И подача на вылет. Василий, конечно, сегодня монстр. Не только атак, но и на линии подачи. 2-1. Чуропча впереди. Болельщиков Чуропчи очень много, намного больше, чем болельщиков Якутска. Это ответственность. Ну и, конечно, бесспорно, это очень мощная поддержка. На город Якутск. Что называется, караван идет. Красивые двойки на ваших экранах. Счет по партиям. И счет в партии. 2-2. Судьи определяют ошибку. У игроков города Якутска. 3-2. Чуропча пока впереди. Тут какое-то отчаянное решение в исполнении Егора Сукулова. Можно было попробовать накатить поверх блока. Видя перед собой двойной блок Чуропчи. Владимир Сидоров. Это Владимир Сидоров. Не справляется с подстраховкой после отскока от блока. Чуропча. 5-2. 5-2. Да, мы тоже с ними согласимся. Все есть. Только бы забить, да? И городу Якутску пока не хватает нападающих ударов. О чем прекрасно известно прежде всего самим волейболистам. И если добавят в компоненте удары. И если развалится вдруг блок Чуропчи. Что очень маловероятно. Возможно игра выровнится. Вот это, вот это было сильно. Это блок города Якутска. Никита Заусаев. 200 сантиметров. Плюс прыжок, плюс руки. Счет становится 3-5. Ну, уже на зрителей. На телевидении. Как называют игроки. Играют уже. В том числе очень красиво. И ловят вот такими одиночными блоками. Олега Шишурюхина поймали. Иннокентий Филиппов на подаче. Счет 6-3. Напомним, в середине партии произойдет смена сторон на площадке. 7-3. И все застыли в ожидании продолжения. Чуропча Якутск. Пятая партия. Счет вы сами видите. 4-7. Рано пока прощаться с Якутском. В том смысле, что Якутск упустит эту встречу. Команда очень опытная. Ну, Альберт Бродников еще опытнее. Смена сторон происходит при диктовке Чуропчинского района. 8-4. Пока у Чуропчи все получается. Даже скидки в исполнении разыгрывающего. Ну, вот. Якутск немножко подрастеряли свой игровой настрой. Пожелаем им внезапного, быстрейшего возвращения в игру. всего пара удачных нападающих ударов. И можно на этом кураже доехать до победы. 8-4. Владимир Сидоров на подаче. Взлет был достаточно просчитываемый. Но зато доигровка с четвертой зоны очень своевременная. С паузой Егор Сукулов в этом эпизоде выглядит молодцом просто. Вот он ждет, когда блок немножко подпустится и аккуратненько за блок скидывает. 5-8. Сам же Егор на подаче. Чуропча уже со второй линии атакует. И даже это им удается. Но вот когда ты ловишь волну, уже все задумки без всяких усилий воплощаются. 9-5. Пятая партия играется до 15 очков. Татаев, Толя. 6-9. Вот. чьих ударов пока нам не хватало. И отныне, наверное, почаще чуть увидим быстрые передачи. Раз уж игра пошла у Татаева. 6-9. Три мяча разделяют команды. пока чуропча впереди, но все может решиться ровно обратно. Трос, трос. Нападение не получается у чуропчи. 7-9. Это уже обнадеживающе. Это уже похоже на встречу этих команд чуропча Якутск. Пятая партия. 7-9. И на подаче игроки из столицы нашей республики команда города Якутска. что-то случилось без виска подали или эта 包пча Взлетает игрок второй зоны. Судья указывает, что мяч приземлился на площадке. 7-11. Красную карточку, к сожалению, получает Либера города Якутска. В Либера был заявлен младший Сукулов. И вот на такой грустной ноте продолжается игра. Или, может быть, это как раз тот случай, когда зверя поранили. И он становится опасным. Якутск пока зарабатывает себе очко восьмое. 8-12. Три очка до конца пятой партии. Или три очка, чтобы догнать команду Чуропчи. 9-12 у нас с вами на табло. На подачу Александр Черкашин. Наконец-то блок Якутска работает. На повторе посмотрим сейчас. Приземлилась на площадке. Прав Анатолий Чемерзанский. Указывая площадку. И счет становится 10-12. Чуропча пока после серии неудачных розыгрышей берет перерыв. 12-10 пока в пользу Чуропчи. Все, всем все понятно. Указания от Анатолия Татаева. Мы услышали. 10-12. Хватит ли этого настроя на то, чтобы догнать и перегнать. 10-12. Очень-очень волнительные эпизоды. Чем-то недоволен Александр Черкашин. Не забывайте, что у вас уже была красная карточка. Надо успокоиться команде города Якутска. 10-12. Не рискует Саша при подаче. Зато вот тут блок. Заусаев Станицкий. Нет, не Цитаницкий, а игрок под номером 9. Скорее похоже на трос при атаке. 11-12 как бы там ни было. И счет будет сейчас. Растеряли свое преимущество Чуропчинцы. И сейчас еще ничего неизвестно. 11-12. Догоняющая команда на Кураже. Город Якутск. И не на шутку разыгрался Никита Заусаев. Уже в одиночку ловит атаки Чуропчинские. 12-12. Александр Черкашин. Не ошибется он сегодня. И атаки не будет у Чуропчи. Ребята страховывают. Что покажет Чуропча. Даже вот этот удар. Вот эта комбинация не проходит. Под конец. Вроде как выучили. Угадывают игру к Чуропче Якутск. Но со второго раза вот таким классическим ходом. Может так и надо было действовать. Не мудрствуя Лукава. Сразу. И на доигровку. Ну вот веский фактор подачи Василия Тумфали. Сейчас увидим. В предыдущих партиях у него было немало эйсов. Не доходит передача у Чуропчи. И у Якутска также нету серьезной атаки. Вот какие это чудеса. На защите показывает Якутск. Но поспешили. Поспешили мы с выводами. А игроки не справляются вот бьющей внутри энергией. Либера. Это редкий случай, когда у Либера подводят пальцы. 14-12. И на игру подает Василий Тумфали. Аут. Аут. 13-14. Пока Чуропча один матчбол теряет. Остается последний. 14-13-14. Ну, откровенно говоря, очень много спорных моментов. Или это может на наших экранах все очень хорошо видно. А почему-то для судей оказалось затруднительным. Эту часть площадки должен контролировать второй судья. Ну, и на повторе мы видим, что мяч был в площадке. На ровном месте спорный мяч. Конечно, все это не может не нервировать игроков. 13-14. И вновь поиск новых возможностей. Или атака Чуропчи. Пока не рискует Василий. Всей силой не вкладываются. Но вот Сидорова держат. Сидорова закрывают. Шушурехин закрывает. Ровно прочувствовали блокирующие города Якутска. И счет становится равным. 14-14. Очень важно сейчас в Чуропче совершить какое-либо успешное действие. А вот чего не надо было. Так это срыва при передаче со стороны игрока города Якутска. Олега Шушурехина. Тускул Лавров. Эйсом завершает эту длительную, красивую игру. Не только возможностей, но и нервов. Игру во всех смыслах равную, интересную. Спасибо ребятам за волейбол, который мы сегодня с вами смотрели по нашему каналу. Якутск, Чуропча. 2-3 победа команды Чуропчинского района. В четвертьфинале будут встречаться Чуропча-Алекминск и Якутск-Намский. Все в предвкушении плей-офф. Продолжим. Сегодня еще будем снимать игры. Дальше, по всей видимости, будет в эфире игра женская, которая начнется в 18.30 по якутскому времени. Так, пока сообщу о результатах второго соревновательного дня. Из группы А вышли команды Амги и Усть-Алданского района. Из группы Б вышли команды Намского и Олекминского районов. И вот из группы В с первого места выходит команда Чуропчинского луса, со второго места команда города Якутска. И такое же выяснение мест в группе Г, значит, в последней группе. Сейчас будет игра у мужчин между командами Ленского района и Мегина-Кангаласского района. Вот они перед вами разминаются. Ленск в красных формах, а Мегина-Кангалаский в синих игровых костюмах. Что касается женских команд, женские команды тоже выходят своим чередом. А мы пока до следующего эфира с вами прощаемся. С вами была комментатор Татьяна Иванова. И еще до одной встречи на сегодняшний день. Субтитры сделал DimaTorzok